Не называть недостатки не значит быть патриотом. Если бы папа знал это, ему было бы очень плохо. Он не верил, что зло победит. Гуманитарное образование постоянно плодит людей, ищущих смысл. Власти добьются, что и нынешнее суденчество не будет верить. Ирина Евгеньевна, вы не уехали? Ну ладно, тогда легче жить. Никто, кроме либеральных реформ, не выведет страну из того тупика, в который она с упорством барана идет. Назовите это движением к разумному порядку, но все равно движение к свободе. Почитайте Пушкина. По большому счету у него были очень похожие проблемы. Иногда, я думаю, ясно молчи. Привет! Это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов, и мы сегодня в гостях у Ирины Ясиной, экономиста. Ирина Евгеньевна, спасибо, во-первых, что пригласили сюда, за город, к вам домой. Я хотел спросить, в первую очередь, конечно, про Евгения Григорьевича, про вашего отца. Как вы считаете, вот сейчас, оглядываясь назад, что главного ему удалось сделать? Ну, поскольку много всего удалось, и каждый его этап был по-своему удачным, Папа вообще везунчик такой. Мы все время смеялись, что судьба Евгения хранила. Он много чего полезного сделал. Ну, конечно, вышка последняя. Последнее детище, она самая важная. То, чем он гордился? Конечно. Конечно, и он настолько любил быть с детьми, то есть со студентами и с молодыми преподами. Он обожал это. Как он воспринимал перемены, которые вышки вот уже скоро, можно сказать, много лет идут? Я имею в виду и увольнения неугодных. Ну, поначалу, когда еще Папа вполне о себе осознавал, конечно, негативно, но отчасти, понимаете, он был всегда очень позитивен. Он не верил, что зло победит. Он не мог себе вообще такого представить. Слава богу, последний год или полтора-два у него было такое притупленное сознание. Так у стариков часто бывает. Они как будто включают такой механизм щадящий. То есть вот, а это вот я не буду воспринимать. Ну, верил в то, что будет лучше, но признавал, что на данном этапе все не очень. Ну, правда, очень позитивный человек. Он внутри себя не допускал в конце возможность плохого исхода. Это его спасало. Когда было прощание с Евгением Григорьевичем Вышки, вы говорили наверняка с нынешним руководством. Вы чувствовали в них какую-то неловкость за, вообще, за происходящее, за ту политику, которая сейчас вышкой в том числе ведется? Слушайте. То, как цензурируется образование? С новым ректором я, в общем, не знакома. Я его видела вот первый раз на прощании. И, собственно, он не произвел на меня никакого вообще впечатления такой. Ни позитивного, ни негативного? Никакой. Абсолютно никакой. Вот. Ну, а Шохин и Кузьминов, люди, которые считаются руководством и были руководством раньше. Слушайте, ну, гулят, как-то вот пытаются приспособиться. Тяжело. Если бы папа знал это, ему было бы очень плохо. Знал о том, что там происходит? Ну, вот осознавал всю глубину вот этих перемен, о таких варварских. Я мягко говорю. Было бы очень грустно. Как вы думаете, а вообще, почему взялись за образование? Ну, то, что взялись власти за культуру, за театр, это понятно. Но образование еще недавно казалось чем-то таким неподцензурным. Ну, посмотрите, Антон, ведь гуманитарное образование постоянно плодит людей, ищущих смысл. Людей размышляющих. Людей с критическим мышлением. Собственно, я давно заметила это. Где-то года с 18-го, а может быть и раньше, что гуманитарное образование не нужно тем, кто при власти сейчас. И гуманитарные профессии, это профессии, плодящие, если так угодно сказать, оппозицию. Вспомните протесты 19-го года. Молодежные. Это же были... Московское дело. Московское дело, да. Это были. Там и выпускников, и студентов вышки было полно. И тогда закрывали газету, доксу и так далее. Это все гуманитарное образование. Ну, так думают власти, что на технических путетах такого не будет. Математики к такому не способны. Ну, оказывается, что и математики тоже способны. Гуманитарное образование не нужно. Понимаете, побеждает, побеждает простота. В самом примитивном смысле этого слова. Гуманитарное образование родит сложных людей. А сложные люди обладают критическим учлением. Поэтому по минимуму, по минимуму. И в Питере то же самое происходит, да. Вспомните Европейский университет. Подчищают, чтобы не иметь проблем с теми, кто поступает снова. Факультеты меняются. Хороших педагогов по пальцам пересчитать. Все уехали. Жалко детей, но я думаю, они справятся. Слушайте, я сама училась в советской школе. А в начале 80-х на эконом-паке МГУ. Это... Ну, что, мы ржали, конечно, все над этим. Общественно-политическая аттестация, ленинский зачет. Ну, духарились, как могли. Не верили в это. Ну, власти добьются, что и нынешнее суденчество не будет верить. Как там? Я сейчас боюсь набрать стату, но это было про закон Божий, который насаждали в конце 19-го, в начале 20-го. Века в школах. Лучший способ родить безбожников. Молодые люди, они такие. Они чувствуют, во что можно верить, во что не надо. Кто из тех, кто во власти сейчас находится, или из тех, кто уехал, позвонил, когда папа не стал, с вами говорил, предлагал помощь какую-то, проявился? Вы знаете, я просто купалась в волнах любви к папе. Потому что это необыкновенно приятно. То есть это вот сегодня девятый день, и вся вот эта вот тяжелая девятидневка, она для меня, ну, правда, я не ожидала, что на меня обрушилась, просто обрушилась людская любовь. Кто позвонил? Слушай, ну, папа же у многих был профессором, многих учил. А первым, первым просто вот был Саша Аузан, декан экономического факультета МГУ. Он плакал. Он плакал. Вот потом, ну, конечно, Эльвира Набиулина, моя подруга с университета. Мы вчера собирались вот выпускниками моего курса, и Эля была. И мы поминали папу и ходили в его дом, потому что он лекцию у нас читал, и у многих моих однокурсников четверых был научным руководителем, любил мои курсы. Правда, Антон, я не ожидала. То есть я понимала, что папу любят, но что и вот так любят. И это, конечно, очень дает силы. Соболезнования или звонок, или какое-то общение с Путиным не было после ухода отца? Нет, конечно. Потому что в прессе нигде не сообщалось о соболезновании. Даже Кириенко, который папа прекрасно знал. Ну, и на которого папа очень повлиял в смысле как экономист. Да. Не ухом не рыло. Не позвонил? Не позвонил, ничего. Вам обидно или все равно? Мне вообще никак. То есть я даже не знала бы, что сказать. Но я же тоже его хорошо знаю. И, честно говоря, та роль, которую он играет сейчас, но я с трудом могла бы предположить. Это 25 лет назад. Кто вас еще так сильно удивил, как Кириенко, из тех, кто сегодня занимается экономикой, политикой? Ну, экономикой никто. Никто, кроме, пожалуй, Максима Орешкина, помощника президента. Он был студентом. Вышки его учили, в общем, немножко другому. Но он хорошо мимикрирует. Ну, конечно, удивили многие коллеги-журналисты. Я же помню 90-е годы. Дима Киселева и Марго Симоньян. Марго чуть позже, она моложе. В 2000-е уже. дима Киселева был просто кореш. Вот ничто не предвещал. Вот он удивил. А политики? Слушайте, ну, что политики? Те, которые в Думе, которые были СПС, уже про это забывается, да, Коршенинников какой-нибудь. Ну, да, был приличным человеком. Все поменялось. Клишес тоже. Сейчас эти фамилии звучат исключительно в виде вестника недоброго, так скажем. А для вас когда это недоброе начало происходить в стране, как вы считаете, и, может, для Евгения Григорьевича тоже наверняка вы это обсуждали, у многих есть точка зрения, вот, Путин изменился, он другой, чем был, так говорит часть бизнеса, а кто-то считает наоборот, ничего неожиданного не случилось, что все к этому логически шло и никакого сюрприза не произошло ни с Украиной, ни с зачисткой свободных медиа, все степ-бай-степ репетировали и дорепетировались. Какой позиции вы здесь и когда это недоброе для вас случилось и для Евгения Григорьевича? Ну, во-первых, я была журналистом, поэтому делала НТВ, оно было сигнал. Второе, я работала в открытой России, которая была структура юксовских акционеров. И Михаил Борисович Ходорковский был прям моим близким начальником. Поэтому я была без иллюзий с самого начала 2000-х годов. Никаких иллюзий. А более того, не поддерживала ту часть команды экономистов, которых всех Чубайс уговаривал, что Путин это человек, который продолжит реформы и будет все делать. Хорошо? Не-не-не-не-не. Мама искала КГБшника, мы поддержать не можем. Папа первый раз голосовал за Путина, его Чубайс уговорил, ну и много раз по этому поводу переживал, каялся. Но у меня не было никаких иллюзий относительно того, потому что все это закрытие. НТВ это можно было сказать да, сами вноваты каждый раз можно так сказать. С юкса можно сказать каждый раз сами вноваты. Но это не так. Потому что каждый раз это было насилие, каждый раз судебный процесс ломали через колено. И это все было репетицией, конечно. Просто это как в том старом выражении. сначала гоняли этих, потом гоняли этих, а потом уже некому стало за меня заступиться. Вы когда вот это ощущали, что иллюзии у вас нет, и были мысли о том, чтобы уехать, или все-таки для вас и тогда было важно все равно оставаться в России и не менять страну? Папа был очень большим патриотом, настоящим патриотом, такого патриотом Чаадаевского толка, который говорит, что видит все недостатки и хочет их исправлять. И меня он так воспитывал. Потому что те, кто кричат «Я патриот», это в общем, ну, мягко говоря, надо проверить. А вот папа был удивительным человеком. Вы знаете, он же министр экономики, но до этого он, будучи еще юношей, очень полюбил географию. И меня к этому тоже приучал. И вот буквально... Отсюда глобус большой. Отсюда глобус. И вот буквально он мог назвать каждое предприятие на территории Советского Союза Советского Союза с объемом выпуска продукции, с тем, какие пути железнодорожные ведут к этому городу или пункту, как оттуда вывозится продукция. Так как папа знал экономическую географию России и Советского Союза, я просто... Вот от этого происходит настоящий патриотизм. Потому что когда ты понимаешь почву этой земли, понимаешь, где работают люди, кем они работают, какие возможности. Вот я помню, мы ехали в город Выкса. Папа немедленно говорит, какой объем выпуска, чугуна из какого года, а Выкса один из старейших заводов, он существует. Когда мы ехали на горнозаводской Урал, то есть Златоуст, вот эти все места, папа знал все об этом. Понимаете, и вот не быть патриотом, чувствуя, вот как живет эта самая страна, чем она дышит и чем она питается, невозможно абсолютно. Явола точно есть, точно такая же. И поэтому, что значит патриот? Патриот это тот, кто знает и хочет изменить в лучшую сторону, хочет помочь избавиться от недостатков. Не называть недостатки не значит быть патриотом. Поэтому никогда никто не собирался. То есть у меня было много возможностей уехать и в 90-е, и перед ними. Так складывалась жизнь. у меня всегда как бы это правда было для меня просто много возможностей. Но нет, никогда не хотела. Потом вы знаете, у меня был в 2000-е клуб региональной журналистики. Известная такая структура. Да, конечно. И вот когда ты знаешь где город Сязь и ты видишь человека глаза, который приехал оттуда. Каждый Шадринс, каждая Добрянка, каждая Лысева на меня глядят глазами людей. Вот я абсолютно уверена в том, что Россия это люди. я знаю, что эти люди там до сих пор живут. И девочки из города Сызрань мне пишут и спрашивают. Лина Евгеньевна, вы не уехали? Нет. Не уехал. Ну ладно, тогда легче жить. Папа не уехал бы никогда. Он человек русской культуры, знающий ее глубоко и любящий ее. Поэтому вообще даже разговоров не было бы. Как Евгений Григорьевич, да, вы сказали, что он уже меньше реагировал, старался защищать себя. Ну, так организм ведет себя. Но, тем не менее, когда вот случилось 24 февраля и события предшествующие, как вы говорили об этом вообще? Да, мы об этом говорили. Мы говорили раньше. Очень много говорили в 14-м году, когда началось все. Папа же одессит, и он очень, очень одессит. То есть, мы ездили в Одессу, ну вот, даже после вот Крыма, в 14-м, в 15-м, в 16-м, в 19-м. То есть, это реально родной город. И количество друзей, количество папиных знакомых огромное. я там много очень времени проводила в детстве. Это тяжело говорить. Папа очень переживал развал союза. Он объяснял это очень просто. У меня мать похоронена в Одессе, а отец под Москвой. Но потом сложила жизнь так, как сложилось. Украина не была для папы чужой, конечно. Его одноклассники, киевлянин Володя Стефанюк, его сын Олег, мой друг. И мы переписываемся и перезваниваемся. Я страшно волнуюсь, потому что и он, и его семья, они все в Киеве. Вот, но самая, конечно, боль это Одесса. Это Одесса. Слава Богу, папа не понимал про б***ь. Ну, мне больно ужасно. Вы пытались понять, для чего все это нужно? Ну, слушайте, понять. Как говорится, понять значит простить. Есть такое выражение. Понять невозможно. Не понимаю. То есть, я понимаю геополитические всякие бредни. Я понимаю, что Украина стала такой анти-России. я понимаю, что, конечно, украинские власти сильно подставляются там, снасяйте памятники. Делается, с моей точки зрения, совершенно напрасно. Потому что почва для того, что потом вещают российские пропагандисты, она в немалой степени действительно вывернув то событие, которое реально произошло, можно таки очень сильно наехать. Понимаю ли я, я вообще очень люблю прополитику, про геополитику. Много читала и Фукуяму и так далее, и то, что конец истории. произошел в конце 80-х годов и теперь будет эра просто благоденствия и глобализма Соединенные Штаты в главе всего мира. Но Соединенные Штаты действительно делали без делов во всем мире, пока были главными, что абсолютно не оправдывает то, что происходит сейчас. Ну, знаете как? Не заставайся же ты никому. Потому что пережить, чтобы Украина ушла на Запад он не может. Пожалуй, это правда хорошее объяснение. Так не заставайся же ты никому. Я хотел спросить вас про экономический блок. Я помню, как Алексей Вензиктов сказал мне в интервью о том, что на самом деле условно ни Греф, ни Кудрин, ни Чубайс, ни Ясин, ни Набиулина не проиграли, что силовики не взяли верх. На самом деле верх сегодня берут экономисты. И если бы не те реформы, которые были в 90-х, сейчас бы просто ничего не осталось от страны. Согласны ли вы с этим? безусловно. Просто на 100%. Потому как если бы не рыночные реформы, ну мы бы имели сейчас очень быстро снова дефицит, стояли в очереди за каждым продуктом питания и так далее. Что сказать? Очень просто ругать. Но нынешняя сопротивляемость и в общем хорошее достаточно состояние экономики это спасибо именно 90-м годам. Все это понимают и я думаю Путин это понимает. если бы он это не понимал у нас давно бы в голове Центрального банка был бы какой-нибудь патриот. В кавычках конечно. Вот. А не рыночники. Собственно он специально склоняет эту команду. Потому что понимает что именно 90-е годы позволяют сегодня иметь тот фундамент на котором все стоит. Честно говоря боюсь себе вообразить то что было бы если бы мы по-прежнему хотели бы командно административной системе экономики а не рыночной. из экономического блока приехал пожалуй только Чубайс. Как вы смотрите на его отъезд? Понятно что это его дело это дело каждого уезжать или оставаться но это все-таки знаковый был отъезд такого уровня управленца и такого уровня человека. Ну я думаю что Анатолий Борисович многим рисковал бы если бы остался здесь. Почему? Ну когда народу надо кинуть какой-нибудь куш чтобы народ спокойнее был ну Чубайс замечательная кандидатура для таких сакральных жертв и конечно я думаю что он что он прекрасно понимал что он кандидат номер один на такие вещи ну я бы просто вот не сомневалась что люди помнят как раз люди из путинского электората те которые так скажем старше 60 сейчас что во всем виноват Чубайс это же крылатая фраза как сейчас говорят мем 90-х годов как я отношусь слушайте уехало такое количество близких людей а Чубайс не входит в число близких людей для меня поэтому никак не отношусь вот то что уезжают поголовные дети моих друзей 30-летние 35-летние я не говорю о более молодых это вот ужасно а то что уезжает человек под 70 ну значит он может себе позволить это а я бы боялась уехать я спрошу вас можно не называть имен я понимаю что это всегда конфиденциальные разговоры но вы согласны с мнением что большинство российских элит не поддерживает происходящее я бы даже сказал 99% по крайней мере когда ты общаешься с людьми офф-рекорд то что называется да ты никакой поддержки СВО не видишь ни в ком и ни от кого не слышишь думали ли вы об этом общаясь вот с этими людьми и согласны ли вы с этой точкой зрения согласна не поддерживает никто то есть еще если в начале весной 22 года кто-то сомневался тот сомневался то сейчас уже таковых не осталось более того я довольно широко имею широкий круг общения и вот разговариваю с одной своей приятельницей у которой сын пошел высшую школу ФСБ она мне говорит не-не-не Димка все передумал вот только заканчивает пятый курс и надо куда-то свинчивать там делать нечего то есть очень простой человек я не знаю откуда вот эти цифры поддержки мне за все время того что происходит из моих знакомых есть один ну его семья ну это бывшие военные вы говорили про клуб региональных журналистов которым вы занимались как вы считаете вообще стоит сейчас тем кто в России вообще заниматься этой профессией в силу глухой цензуры здесь которая ну прямо сейчас можно сказать уже на 100% глухая да то есть ну не осталось ничего вообще журналистика она хоть как-то должна оставаться в России или проще знаете вот ну потом когда-нибудь вернемся какой смысл имитировать или во что-то играться слушайте ну кто-то же все-таки нужен есть Алеша Пивоваров с редакцией есть Венедиктов и Бундман вам помогают эти эфиры да безусловно безусловно а чем помогают потому что мне тоже и профессионально и лично я смотрю и слушаю безусловно но такое ощущение что как бы это есть стена за которой вот это происходит и мы отчасти тоже такие недобитки вот здесь сидим о чем-то говорим но на самом деле движуха она вот вся там или вам так не кажется мне не кажется так я просто знаю что эти миллион людей это много а про журналистику Антон сложно сказать мне все-таки кажется что тяжело конечно это и невозможно но быть свидетелем и не оставить следа письменного или наговоренного или снятого то есть быть свидетелем очень важно а и пусть это пока нельзя выпустить но записывать это обязательно потому что а как иначе потом потомки буду делать вывод что по эфирам федеральных телеканалов да не дай бог понимаете обязательно должно сохраниться свидетельство должно просто обязан этот долг поэтому тоже Алексей Миндик говорит судиться надо потому что в историю войдет весь процесс и те выводы которые будут делаться после должны делаться на основе чего-то поэтому что можно сказать о журналистах к сожалению пока приходится писать в стол да но свидетельства нужны а иммигрантскую журналистику иммигрантские медиа вы смотрите какое у вас отношение к медиа с той стороны иммигрантская уже неинтересна вот только информационная если а выводы нет вот новая газета Европа неинтересна почему а потому что оно не для меня мне интересны тем которые здесь которые подвергаются тем же влиянием и тем же опасностью которым подвергаюсь я ну я не лично я а вот мой круг то есть чтобы у вас вызвать доверие нужно быть в этом контексте и переживать ту же опасность как переживают переживает ваш круг окружения либо понимать что делают дети которые уехали и как нам без них тут а почему это у вас к этому такое отношение я во многом соглашусь но интересно именно ваше объяснение потому что слово ценно тогда когда оно задушено и у слова другая цена когда это слово в несвободе и тогда оно имеет значение вот второе да потому что мы же все знаем изопов язык мы все его понимаем еще из советского союза то что на изоповом языке мы говорим мы на нем не думаем но говорим а мне это ближе вот вы сказали слово задушенное да нет не задушенное а как бы сказать издушные комнаты звучащие мне очень трудно дать определение я об этом пока окончательного мнения не имею но вот где-то наверное осенью прошлого года 22 или может быть зимы это мне стало все становиться все более очевидно что мне перестает быть интересная мигрантская точка зрения я пока не знаю почему ведь я не одна такая все мои вот опять же мой круг почему почему-то тоже говорят об этом кто ваш круг сегодня это однокурсники однокурсники да потом очень много людей из моей журналистской работы не все уехали все переквалифицировались вот много ребят вот из старых московских новостей вот много ребят из тех с кем мы в последние годы знакомились вместе ходили в кинотеатр Пионер смотрели хорошие фильмы была фейсбучная тусовка очень классная вот ну еще раз говорю сейчас мы все люди без будущего потому что у нас у всех уехали дети это очень странное ощущение у вас тоже Варя уехала дочка Варвари 33 и она уехала куда на Кипр на Кипр на Кипр вы тяжело это расставание переживаете или наоборот я очень рада что она уехала опять же нет ощущения что она не вернется слава Богу она ждет времени когда можно будет вернуться кем из собеседников вам больше всего не хватает вот в личном плане с кем бы вам больше всего интереснее было бы сегодня говорить я очень любила разговаривать с Сергеем Петровым помните компания РОВИ да конечно вот мы были прям очень неожиданно да ну Сережа чудесный человек мы с ним раньше спорили по поводу Ходорковского и собственно как-то со споров начался взаимный интерес вот не знаю убедила я его или нет в том что Ходорковский лучше чем о нем принято принято говорить но это еще было в нулевые годы вот а потом мы прям очень подружились его мне правда очень не хватает как ну он жив все хорошо он просто уехал да в силу уголовного дела да как многие да вот потом был такой замечательный человек Леонид Борисович Миламед тоже дело абсолютно все уехали от уголовки от уголовки вот с Леней было говорить вообще великолепно и очень хотелось вы знаете я нахожу сейчас много очень новых если не собеседников то людей кому мне интересно послушать я слушаю философов на ютюбе потому что вот опять же новостной новостной поток в общем довольно однообразен а вот попытаться приподняться над новостями и начать попытку хоть как-то обдумывать почему происходит то что происходит что к этому привело мне очень помогает думать об этом есть такой чудесный философ он украинец по происхождению и живет по-моему в Вене Павел Щелин прям я большим удовольствием давайте порекомендуем да да он рассуждает о том что происходит не сиюминутно а например как то что это кончается эра модерна а шла она с начала 17 века то есть он такими вот эпохальными эпохальными категориями мыслит а и да он естественно говорит и о том что происходит здесь и сейчас но все-таки более с более глубокой точки зрения вот с кем я люблю беседовать и он здесь есть такой политолог Игорь Минтусов вот прям с ним мы где бы ни встретились вот припадаем друг к другу и начинаем общаться вот правда хочется глубокого глубинного взгляда на то что происходит поэтому новостной поток вот ежесекундный ежедневный он правда становится утомительным с Эльвирой Сахибзадовной с которой вы подруги вместе учились удается часто хотя бы созваниваться если не не встречаться и интересно ли вам тоже это общение сегодня ну мы большие любительницы поэзии понимаете вот нам всегда есть о чем поговорить потому что вот представляете мы по-моему это был 85-й год мы с Элей поехали к моим родственникам в Питер оттуда поехали в Комарова на могилу Ахматовой и там читали стихи вот как-то так а переписываемся скорее видимся довольно часто мы от души над другом если говорить про те кто здесь вот Андрей Шаронов в нашем выпуске сказал что я здесь потому что какая мы нахрен элита если мы все разлетимся и кто потом будет здесь что-то строить созидать когда это время когда для этого придет как вы считаете когда это время придет и действительно ли будет спрос в первую очередь в экономистах и в первую очередь в либеральных экономистах потому что есть две точки зрения либо движение в сторону тоталитаризма и массовые репрессии окончательное закручивание гаек либо все-таки будет либерализация какого вы здесь взгляда придерживаетесь любое движение от тоталитаризма есть либерализация то есть это просто по-другому не называется а будет ли Россия долго идти по либеральному пути я не уверена но движение от будут точно либеральными я думаю что никто кроме либеральных реформ не вылетит страну из того тупика в который она с упорством барана идет но то что люди ждут более социального государства чем либерального это тоже правда будет ли на это хватать денег не уверена придется ли закручивать не гайки а карманы и пояса увы да но в этом виноваты не либеральные и никакие другие экономисты в этом виноват только Путин с его фантазмами так скажем за которые мы платим все дороже и дороже все дороже и дороже вот но назовите это движением к разумному порядку не употребляйте слово либерализм которое не любят люди но все равно движение к свободе по другому это никак не называется что вам дает силу сегодня жить думать ну я думаю что красота вокруг наверное да я за вас отвечу как минимум знаете Антон я стала очень много читать я все время читаю сложно представить что вы когда-то не читали ну работа это вот не то что оставляет время там для 4-5-6 часов чтения в день а слушаю аудиокниги это тоже а оно очень сильно помогает ощутить себя куском русской истории и от этого правда становится легче почитаете Пушкин по большому счету у него были очень похожие проблемы с нами он жил в общем в тоталитарном государстве тогда это называлось по-другому и Пушкин и декабристы и далее по всему 19 веку вы найдете массу похожего а и та фраза что в России все меняется за год и ничего за 200 лет тоже правда и вот когда ты включаешь себя в канву русской истории и понимаешь что ты вот с этой задницей которые оказались всем по всему ты в общем вполне вписываешься не в мировую историю русскую но для этого нужно ее знать я много очень много сейчас более всего читаю исторические книги а вот и правда легче становится я не шучу ну и стихи если можно я одно стихотворение прочитаю нужно и вы поймете почему оно помогает это сразу скажу стихотворение Роберта Рождественского оно было опубликовано только после его смерти ну потому что мы все помним любовь к комсомолу и прочие слова а вот такое уезжали из моей страны таланты сохранив достоинство свое кое-кто откушав лагерной баланды а другие за неделю до нее уезжали не какие-то герои да и как понять герой или не герой просто люди не умели думать строем даже если это самый лучший строй уезжали снисхождение не просили ведь была у них у всех одна беда шибко умными считались а в России шибко умных не любили никогда уезжали сквозь нельзя и сквозь неможен не на год а на остаток дней и лет их шмонала знаменитая таможня пограничники кривясь глядели вслед час усталости неправедной расплаты шелеметьево поземка жесткий снег уезжали из моей страны таланты уезжали чтоб остаться в ней навек браво круто я не знал этих стихов я тоже не знал да и никто не знал все боялись он боялся их опубликовать раньше я хотел вас спросить еще в конце чтобы закончить не на такой высокой ноте а немножко приземлиться вы редко совсем стали появляться в публичном пространстве почему потому что мне кажется что сегодня из тех кто остался здесь спрос большой на людей которые формулируют условно говоря того круга о котором мы с вами говорили и для аудитории о которой которой мы отчасти с вами сегодня здесь обращаемся вам как-то это перестало нравиться антон я в таком ужасе от того что происходит а я настолько хочу сказать об этом всем слова уголовный кодекс нынешний я просто соответствую ему с каждым своим словом поэтому иногда я думаю ясен молчи молчи потому что это такие приключения никому не нужны но я поэтому и из социальных сетей ушла а просто потому что в ужасе ну наверное это ответ тогда тем более я вам признателен что мы с вами сегодня встретились спасибо Евгеньевну спасибо спасибо Продолжение следует...